А мы продолжаем нашу рубрику бриллиантовые этюды. И сейчас мы видим потрясающую этюдную композицию. Мы видим легкофигурный эндшпиль. Позиция сложная. Кузнецов, я могу сказать, Анатолий знает, кто в вкусностях. Это композиция, которую разыграл Гуревич. Была она опубликована в газете «Известия». Ну что, начнем. Ход за белых, и сразу так, я бы не сказала, что ходы так сразу приходят на ум. Но что я вижу сразу? Разменять коня, которая мешает на поле h4, и сыграть конь f3 с шахом, заставить его это сделать. И что нам это даст? Ну давайте попробуем. Конь f3, шах, конь f3, слон бьет f3, и слон d2, потому что ему нужно напасть на эту пешку. Что мы можем сделать с этой пешкой? Да, собственно говоря, ничего. Защитить мы ее не можем. Шах поставить мы не можем. Напасть на этого слона, если он съест, мы тоже не можем. Поэтому нам надо попасть на это поле, чтобы сделать вилку. Ну, допустим, мы делаем вот такой хитрый ход, в надежде, что вот он съест, и мы поставим вот такую вилку. Ну, конечно же, товарищ не дурак, и есть он не будет. Я думаю, что он может сыграть, ну, например, король d4, чтобы следующим ходом, даже если будет шах, вот как будете сюда, и пешка провисает, да, мы понимаем, что король ее никаким образом не защитит. А если мы бьем так, то на доске ничья стоит. То есть мы никаким образом не выиграем. Поэтому есть нам невыгодно этого слона. Ну, и достаточно сложно будет, опять-таки, здесь больше ничейная композиция. Поэтому, наверное, конь f3 это ошибочный ход. И избавляться от фигур в данный момент не резонно, потому что мы сами себе, ну, получается, мы усложняем себе игру, а черным мы игру облегчаем. Поэтому, какие здесь еще есть варианты? То есть мы понимаем, что слон d2 этот ход будет в любом случае, потому что он нападет на нашего коня. Мы можем обхитрить его и сыграть сразу. Конь a7, он играет слон d2 с той же идеей, чтобы напасть на эту нашу пешечку. И мы играем, ну, слон c6, конь c6 шаг, делаем вот такой хитрый ход. Ну, допустим, он сюда играть не может, сюда играть не может. Ну, как-то только, вот, получается, сюда, потому что наши фигуры белые удачно стоят. Здесь что он может? Он может просто съесть нашего слона, да и все. Посмотрите, наш слон-то провисает, поэтому это глупый ход. И, собственно говоря, мы почему убирали этого коня, да? Конь f3 играли, чтобы вот наш слон здесь не провисал. Поэтому, возвращаясь к первому ходу, пожалуй, надо убрать нашего слона из-под удара. Играем слон h1. Ну, мы, в принципе, могли сыграть и слон c6, только в данном случае слон c6 будет нам мешать коню развиваться, потому что нам конь на поле b5 мешает, и мы видим, да, что он неактивный. А через поле а7 мы видим, что он очень хорошо врывается в игру конь c6, и, пожалуйста, там будет защищать пешку на b4, дальше усыграет d4, ну, в общем-то, он будет активен и хорош. Но черный не изменяйте своим традициям, я не знаю, на мой взгляд, самый интересный ход слон d2. Но с другой стороны, подумайте, какой ход здесь будет наиболее еще интересным. Мы видим, что король, да, ну, давайте попробуем, хорошо. Какой ход? Король не может сказать ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда. Он может только либо сыграть, ну, не знаю, как-то пойти к белым фигурам, что это не резонно, либо попытаться, ну, либо попытаться как-то окольными путями добраться до пешки. На мой взгляд, это самый лучший ход, это слон d2. Слон d2, мы играем в конь a7 с той идеей, что если он побьет нашу пешку, мы сделаем вилку. И просто отъедим этого несчастного слона. Но он тоже не дурак, поэтому он уходит из-под вилки. Собственно говоря, да, ой, извините, пожалуйста, он уходит из-под вилки, так он не уходит из-под вилки. Ну, и, допустим, король f4. Идет, да, к нашему коню, чтобы его как-то тоже прищучить. Конь c6, мы в игру врываться пытаемся и защищаем пешку. Допустим, он играет вот таким образом, но он не будет подставляться, потому что здесь вилка. Поэтому так играть он не будет. Как он еще может сыграть? Достаточно сложно тут к нам подойти как-либо. Если даже он сыграет король e3, тоже будет конь f1, пожалуйста, вилочка. Да, интересно. Поэтому, наверное, как-то надо коня ввести в игру. И как ввести коня в игру. Ой, Кузнецов, такие задачки нам все время, да, подкидывает. Давайте попросим помощи у него. Итак, Кузнецов уэльич. Смотрим первый ход. Итак, первый ход с самого начала. Давайте пробежимся, потому что я не вижу здесь прям выигрыш. О, мы угадали. Смотрите, слон h1, а2 восклицательный знак. Этот ход занимает. Мы угадали слон d2 с той же идеей. Все верно. Здесь играет конь a7. Пока мы в плюсе, мы угадываем. Кстати, все ходы, они с восклицательным знаком говорят о том, что это очень сильные ходы. Посмотрите. Видите, он не боится, сразу ест эту пешку. Да, пожалуйста, мы играем конь c6, той же самой идеей. Король играет f4, конь ют b4, король g3, конь f1, король f2. Итак, конь d2, и здесь черный играет гениальным ходом. Посмотрите, король g2, ой, конь g2, два восклицательных хода. Вот как вы думаете, что это вообще за ход такой? То есть, если белые побьют коня, у нас остается, да, король и два коня. Вообще, достаточно сложно поставить мат двумя конями. Я бы сказала, что тоже требуется своего рода мастерства. Итак, король у нас стоит на поле f2, конь выгодно стоит на поле g2. И здесь белый играет гениальный ход. Конь d3, шаг, король g1. И посмотрите, что они делают. Просто своими копытцами втаптывают бедного, бедного, бедного черного короля в грязь. Конь f3, шаг. Ну, здесь понятно, да, король гьет h1. И что мы видим? Мы видим мат ставится двумя конями быстрее, чем мы думали. Вот тебе нам, вот тебе кузнецов. Итак, шаг, конь f2, шаг и мат. Спасибо, что были с нами. Не изменяйте традиции и смотрите бриллиантовые тюды с нами на YouTube-канале. Пока-пока.